У вас есть понимание рабочая рука и нерабочая рука. Сейчас у вас будет рабочая рука правая. Рабочая рука, из которой вы будете выдавать собаке еду. Стоп, стоп. Берем поводок. Раскрутайте. Берем поводок. Берем поводок и правая рабочая, значит в правую мы сейчас вкладываем один или два кусочка. Горость будет в левой руке и поводок тоже в левой руке. Поводок можно держать либо вот так, либо вот так, чтобы еще зажать лакомство. Либо вот так и лакомство зажали, и поводок в этой же руке. А в рабочую, в правую, вложили один или два куска лакомства. Можно вашу руку. Лакомство вы держите в открытой руке, прижав вот так большим пальцем. С открытой ладонью вы так будете давать собаке еду. Уберете большой палец, собака спокойно вы себя ведет. Если два куска, вы можете убрать большой палец так, чтобы собака взяла один кусок, потом снова собака бежит, убираете еще и собака берет второй кусок. Вы создаете такую ситуацию, что вы не вот так держите еду, и собака кусает ваше руке, а вы держите еду так, что собака берет и руки вам не кусают. Давайте. Предлагаем собаке еду в движении, собака бежит, и вы даете собаке. С куриными, со свиными. Тихо-тихо-тихо. Лышкой, лышкой, лышкой. Ай, молодец. С рук предлагали лакомство вообще, помимо сегодняшнего дня? Нет. Нет? Нет, еще вообще этим не занимались. Иди сюда. Я пробовала. Ты пробовала, да? Он брал у тебя? Да. Так, смотрите, если будете продолжать собаку кормить с миски 3-4 раза в день, то ситуацию вы не измените. Вы будете бегать за собакой с колбасой, а собаке будет интереснее нюхать пол. Видите, собака уходит, и вы постоянно собаку зовете. Нам нужно изменить ситуацию. Кирись, кирись, кирись. Кто эмоции сильно проявлял, я, поэтому ко мне и прибежал. Давайте играем. Супер собака, скорей, 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 молодец, давай, опа. Вот, хорошо. Вот еще, дайте возможность ему поймать. Как только схватит, сразу за игрушку беремся и второй рукой оглаживаем. Беремся и волновыми движениями в перетяжке играем, вот так. Вот так, хорошо. Отпускаем игрушку и отбегаем, 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 и зовем. Беремся снова за игрушку и снова в перетяжке. Отбегаем, отбегаем, отбегаем. За веревку берем и снова откидываем, вот так. Отбегаем, не ждем, когда она чешется, снова зовем. Зовем, 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 зовем. Зовем, зовем, зовем. Раз, 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 раз. Иди сюда домой в гараж, иди сюда домой, скорей, 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 догонять. Оп, ты. Провоцировать ченка. Когда щенок не знает, как нужно играть. Дети часто провоцируют, когда берут, допустим, гладят щенка или пауками, играют, и щенок кусают руку. Когда начинают бегать и убегать от щенка и играть в догонялки, щенок бегает, догоняет и прикусывает. И думает, что так нужно играть. Ни в коем случае дети не должны бегать. Если дети начинают бегать, то нужно, чтобы у них была игрушка в руке, чтобы игрушка была на веревке. Чтоб щенок бегал за игрушкой, а не за ногами детей. Дорогие друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться. Также мы есть в инстаграме, вконтакте. Всем собак!